Всем привет! С вами Сергей, город Краснодар, партнер авто. Я представляю автомобиль, который в продаже у нас появился. Это KIO RIO 2013 года выпуска. Так, сейчас посмотрим автомобиль, пройдемся приборчиком и скажем свое мнение на этот счет. Заводская деталь, совершенно лакокрасочное покрытие, абсолютно идеальное. Так, задний бампер в дорожном состоянии, микро-микро-микро, вот есть какая-то мелочь, типа скольчика. Здесь все четко. Идем дальше, друзья. Дверь, задняя левая заводская. Ой, не дверь, крыло. Все идеальное покрытие, лакокрасочное. На двери вот есть один скольчик маленький. Заводская дверь. Так, это все ерунда. Дальше. Заводская водительская дверь также. Порог заводской. Немножечко вот. Что тут видно? Маленькое там, замятие какое-то. Мелочь. Идем дальше. Заводское крыло, переднее левое. В общем, хорошее состояние, лакокрасочного покрытия. Что вот это? Это полируется эта мелочь. Так, дальше. Капот. 127, 115. Заводской капот. Один скол здесь и один скол вот здесь. Ну и вот. Всего три скола на капоте. Состояние хорошее. Очень оптика в хорошем состоянии. Бампер передний в хорошем состоянии. Пара правая. Вообще, как новая. Кстати, здесь какое-то типа запотевание или что-то было. Так, увидел, вот на бампере есть повреждение краски. Можно, кстати, подкрасить. Чтобы не бросалось в глаза, будет идеально. Так, заводское крыло. Состояние отличное. Вот один скольчик вижу я здесь. Дальше. На двери вижу вот скольчик. Заводская. Здесь, так, это смола. И вот здесь маленькое замятие. 300 рублей будет стоить ремонт. Может 500. Так, вижу на пороге здесь тоже есть маленькое замятие. Порог заводской. Ну и заднее крыло правое. Тоже заводское. Также крыша. Заводская крыша. Лобовое стекло. Оригинальное или что это? Корея Автоглаз. Машина же корейская. 12-го года стекло. Оригинальное, да. А, корея. Здесь все корея, да, корея. Все стекла родные. В общем, состояние у машины хорошее очень. Я скажу, кузовное состояние прям идеальное. Так, секундочку еще. Толбачок. Толбачок в хорошем состоянии. Резина. Резина комха. Что резина? Родная, что ли? Не пойму. Сейчас секундочку я посмотрю. Год изготовления резины. Блин, родная резина стоит до сих пор. Дверная карта отличная. Отличное состояние дверной карты. Никаких. Нидачетов нету. Так, порог. Ага, минимально. Он как-то может почистить чуть-чуть. Какие-то есть микроцарапины. Все здесь заводское видно. Я вам скажу, очень достойное состояние кузова и салона вообще автомобиля. Здесь также все отлично. Все прекрасно. Вполне. Вполне. Двигатель 1.4 на автоматической коробке. Сейчас мы еще тестаем машину. Посмотрим, как она на ходу. Здесь отлично. Здесь отлично, друзья. Посмотрите, все прекрасно. Все прекрасно. Потолочек хороший, чистый. Так, в багажнике. В багажнике все хорошо. Единственный недостаток. Мы уже смотрели. Вот это вот. Хартонное, сломанное усиление вот этой ткани. И все. Мелочь. Здесь все хорошо, все идеально. Все идеально. Все. Так, здесь все отлично. Водительское сидение тоже отличное состояние. Руль тоже в хорошем состоянии. Может быть, я не знаю, ну вот, вот он, вот он, заводской руль. Ну, судя по резине, пробег оригинальный. И пробег у нее в 70 еще раз, как сколько? 72 тысячи с копейками. Так, под капотом ничего здесь не подготовлено для продажи. Аккумулятор новый. Новый аккумулятор, да, что еще? Здесь все идеально, друзья. Все родное. Все родное. Помыть, если под капотом, цена еще возрастет сразу. Минимум на 10 тысяч. Так. Давай, сейчас мы тогда номера поставим. Заменим вот эти вот наши рамочки. Рекламные. Про госномера и сделаем коротенький тест-драйв этого автомобиля. 72 846 пробег автомобиля. Так, подогрев стекла, кондиционер. Музыка PIONER. В нашем эфире. Поздравляйте. Передавайте. В общем, друзья, вот такая музыка здесь. Она есть под флешку. Музыка здесь есть. Также AUX есть еще. Да, и AUX есть еще. Здесь есть у нас прикуриватель. Розеточка 12 вольтовая. Так, подстаканничек есть у нас. Корректор фар есть. Стеклоподъемники передние. И электрозеркала. Все, поедем. Мотор работает хорошо. Ну, на этих автомобилях вообще моторы хорошие. Прямо даже мчит, я вам скажу, мчит тачка. Отлично. Далеко мы сильно не поедем сейчас здесь. Повернем налево. Лошадиных сил сколько? 90. 90. Ребят, чтобы она вот так вот, Алексей все знает про эту машину. 90. Топ. Алексей помогает снимать наш сотрудник. Вот. До меня он раньше еще смотрел эту машину, наверное, ранее, чем я сейчас ее осматривал. При вас, так сказать, в онлайн-режиме. Так, также кондиционер рабочий. Рабочий. Это уже, я сказал, что здесь есть. Соответственно, он рабочий. Так. Мое замечание сейчас конкретно, вот, по гидроусилителю руля. Так, гидро он или электро? Электро. Электро. Так, стоп, стоп, стоп. Вот так сделаем. Электроусилитель руля. Туговатый. Электро же он, да? Или гидро? Да. Ну, какой-то бачок стоит там. Здесь бачок, значит, это гидро. Значит, гидро. Может, долить надо. Ну, вообще, соображаем по машинам. Классно. Ну, в общем, замечание по тому, что туго крутится немножко руль. Туговато. Туговато надо это. Посмотрите этот момент. Сейчас под капот прям сейчас залезем и посмотрим, какой здесь электро или гидроусилитель. Ну, тяга вообще сумасшедшая. Машина с двигателем в 1-4 литра прям, вот, набирает прекрасно. В городе чувствовать себя будет совершенно нормально. Ну, еще какой-то режим. ЭКО. Все время горит. Так, честно говоря, экономичная. ЭКО значит экономичная. Гидроусилитель руля. Да. Выбирать. Да, все видно. Все видно. Бурый, нормальный. Так. Работает мотор, кстати, идеально. Все работает, да? Вот здесь все работает. Даже сигнализатор ремня безопасности. Все. Затих. Никаких чеков, никаких ошибок. Ничего не светится, друзья. Вот такая вот машина. Сигнализация есть вот с двусторонней связью. старлайн. В общем-то, наверное, все. Мы показали про нее. Хотя вот, я не знаю, может быть, он так и должен руль. Но чуть туговато, да? Тебе показалось тоже. У тебя Хонда. Ну, какая вообще легко. Но у меня электро. А у тебя электро. Может, это Гидро. Все время на электро ездим. Нет, нет. Есть какой-то момент. В общем, друзья, кого заинтересовал данный автомобиль, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Какая-то информация может дополнительно, если вам понадобится. Мы все вам расскажем. Сколько владельцев? Два. Два владельца. Всего два владельца автомобиля. Автомобиль достойный. Состояние еще какая-то, что поедет. Машина не один год. Вся целая, вся хорошая. С вами был Сергей и Алексей. Город Костонар. Партнер авто. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok